спасение линды и духовные наездницы всем привет дорогие друзья с вами снова я дональя и сегодня мы продолжаем сюжетное прохождение star stable онлайн так что устраивайтесь поудобнее наливайте чаечек и давайте начинать вот и наступил следующий день и алекс хочет что-то нам сказать по поводу пропажи линды хорошо это очень интересно что же мы знаем на самом деле мы знаем что линда заточена в замке и похоже что она была похищена годфрием по приказу баронессы мы также знаем что баронесса хочет держать в тайне информацию об ее бывшем муже джонни садмане она даже настаивает на том что он уже умер джон садман является также дедом джастина и джастин вместе с сабиной поехали для того чтобы его встретить полиция нет не сейчас но довольно таки скоро я хочу чтобы ты поговорила с человеком который я думаю мог бы нам помочь ее зовут элизабет санбин и она является моим руководителем она живет в элдале ты была там на северо-востоке от деревни серебряной поляны ты найдешь дорогу милл хилл который переходит попозже в дорогу в элдале продолжай по ней я север так как мы уже были в элдале и открыли туда коневоз мы им воспользуемся джессика я ждала тебя как я узнала что ты приедешь в этом нет особого волшебства алекс послала телефонное сообщение расскажи что случилось я понимаю бронесса похоже замешаны в этом а то бы она выпустила линду когда бы вы потребовали это одновременно она пытается что-то скрыть что касается ее прошлого я думаю в этих вещах есть какая-то связь семья серебряной поляны управляла в одно время в принципе всем юрвиком и даже сейчас члены этой семьи занимают ведущие позиции в совете члены семьи серебряной поляны привыкли получать все что они хотят ты наткнулась на проблему сложнее чем даже могла себе представить ты готова продолжить помогать нам в этом джессика хорошо мы нуждаемся в тебе то что меня очень беспокоит это участие во всем этом сабины к сожалению я не могу рассказать почему и что они хотят от джастина единственный способ узнать об этом это узнать сначала кто же это джон сандман так как он настаивает на том что он дедушка джастина прежде чем поехать фергоф для дальнейших исследований я хочу чтобы ты сделал одну вещь может это звучит немного странно но у меня есть на это причина и поэтому я прошу тебя это сделать тебе нужна это палка ты видела камни рунов на холме позади дома ты должна сделать только одну вещь это сконцентрироваться перед камнями смотри на узор и одновременно держи этот артефакт приходи обратно когда ты это сделаешь и расскажи если почувствовала себя необычно а расскажи что случилось начали они гореть это замечательно это в первый раз кто-то я имела ввиду спасибо за твое участие сделай одно одолжение не рассказывая это никому ты можешь рассказать это только алекс если считаешь это нужным она тоже член защитников айден это все что ты должна знать по переписке населения джон санман родом из фергроув поехала бы туда и поговорила бы с деревенскими жителями может быть они знают кто он есть одна короткая дорога к фергоув через горы этот проход нелегко найти но он лежит на юго-востоке от беговой дорожки троеборья я уже открыла эту дорогу и каневозку на озеро вейлбилл но так как элизабет очень сильно просит нас поехать именно по этой дороге я это сделаю как же так получается что я открываю все каневозы перед тем как получаю задание о направлении в определенную локацию все очень просто имея старайдер и допусток на всю территорию карты которая не требует прокачки репутации или прохождения отдельных цепочек квестов можно открыть все за один день но именно каневозы для этого тебе нужно приехать в эту локацию ну и для большей уверенности зайти в нужный тебе каневоз в первый раз это очень тяжело потому что у тебя нет возможности сократить себе дорогу нужен вейлдилл езжай из самого морланда прямиком через лес холлов до вейлдилла оттуда также как я сейчас до озера вейлдилл чтобы открыть каневозку здесь после чего через гуру фиргрув а там недалеко до раньше старшайна в первый раз это действительно очень тяжелый непривычно долгий путь особенно для новичка но поверь мне в будущем ты будешь радоваться что когда тебе по заданию нужно будет отправиться в одну из этих локаций каневозка у тебя уже будет доступна вот мы и приехали на сторону гуру где распроложена деревня фиргроу спускайся аккуратнее смотри чтоб ты не упал никуда чтобы тебя не тп шнуло назад есть способ попроще сбоку есть очень пологий холм по которому легко можно спуститься и при этом не повредить ни себя ни лошадь привет добро пожаловать фиргрув мы только что что построили беговую дорожку для трибурья и все очень напряжены ты попробовала ее мне кажется ты опытная наездница и могла бы дать нам несколько советов как нам скакать для того чтобы увеличить возможности какая хорошая идея еще есть много дел здесь на конюшне но похоже у тебя есть другие дела которые ты должна сначала сделать если ты хочешь попробовать это поговори с минкой ты спрашиваешь есть ли кто-то кто жил здесь долгое время с кем бы ты могла поговорить ну тогда ты конечно пришла в нужное место фиргрув полно стариков и старушек которые все выросли здесь большинство из них очень хорошие и любит поговорить о старых временах лично я считаю что это иногда может быть раздражительным но да это всего лишь мое мнение нам нужна бабушка которая живет на самом северо-востоке деревни в будущем мы еще часто будем с ней встречаться но по другим заданиям приятно познакомиться дорогая как тебя зовут джессика какое чудесное имя милочка говоришь джон садман кажется я знаю джон садман моя память уже не так хороша как раньше но я думаю джон садман это тот человек который сдал мне этот дом если подумать я все еще выписываю чеки на его имя давай-ка их проверим да так и есть должен быть он добрая душа мистер садман за 70 лет он ни разу не поднял плату возьми чек если хочешь теперь я кажется припоминаю что мистер садман раньше был в совете деревни тебе следует отправиться в рату шофер гроуф и спросить мистера франклина если у него фотографии совета тех времен обычно я набираю много заданий у персонажа разом но так как мы делаем сюжетные линии мне нельзя от них отвлекаться каковы шансы что это происходит еще раз только что одна таинственная девушка задала этот же вопрос о джоне садмане и когда я показала ей фотографию она взяла из кармана нож и выразила его из фотографии я не могу понять чем вы занимаетесь просто потому что вы можете делать некоторые вещи в компьютере не означает что вы можете делать то же самое в реальной жизни без всяких последствий это не нули и единицы это была хорошая фотография на старинной тонкой бумаге зовут ли ее сабина я не знаю она не сказала как ее зовут она была одета в темную накидку которая закрывала ее лицо и она ускакала на чернейшей лошади которую я когда-либо видел да несомненно она сидела на большой черной лошади и она имела красную черную накидку смотри вон она там около ограда ты там вернись сюда хулиганка можешь ли ты вернуть мне назад фотографию пожалуйста а Продолжение следует... Продолжение следует... Я нашла счета аренды. Успеха тебе в будущем. Дорогая моя, я нашла счета аренды. Ты видишь, отправитель имеет почтовый ящик в деревне Серебряной Поляны. Поможет это тебе? Возьмите счета, если ты хочешь. А не многомесячной давности. Желаю успеха в твоих поисках, моя дорогая. Ох, ты встретишь Элизабет Санбин? Передай ей привет от меня. Она такая хорошая и всегда желанная гостья здесь в Фергроув. Теперь, когда ты в первый раз открыл Фергроув, будучи в Вейлдале и проехав через озеро Вейлдал, тебе доступны три каневоза. Деревня Вейлдал, деревня Фергроув и озеро Вейлдал. Поэтому обратно к Элизабет можно вернуться на каневозе. Добро пожаловать в Вейлдал Джессика. Что-то нашла? Фотография, которая изображает мистера Санбана? Я понимаю, это может быть номер к его почтовому ящику. Хорошо проделанная детективная работа. Подожди-ка. Это похоже на... Есть один мужчина, которого зовут мистер Санд. И который до ужаса похож на этого человека. Мистер Санд является начальником темного ядра. Организации, которая еще коварнее, чем Джет. Ты показала это, Алекс? Ей было бы интересно посмотреть на эту фотографию. Она так долго боролась против мистера Санда и поэтому ужасно ненавидит его. Она легко определит по фотографии, действительно ли это мистер Санд. Прошлый раз я немножечко забыла, что живу на виноградниках и воспользовалась коневозом. Но в этот раз я этой ошибки не допущу. Что это ты нашла? Фотографию Джона Сандмана? Можно я посмотрю? О нет, это он! Мистер Санд! Как же я могла это упустить? Неужели я на самом деле такая наивная? Это обозначает, что мистер Санд является дедом Джастина и Джастин находится в опасности. У тебя есть какая-либо идея? Расскажи. У тебя есть адрес почтового ящика, принадлежащему мистеру Джону Сандману, который, как мы теперь знаем, является мистером Сандом? Какая блестящая подсказка. Это была твоей идеей? Письмо. Это звучит интересно. Значит, ты предлагаешь послать фальшивое письмо на почтовый адрес мистера Сандо, чтобы он пришел и забрать его. И тогда мы сможем проследить за ним для того, чтобы узнать на самом деле, ли он опять активен на Юрике. Джессика, что ты делаешь здесь? Есть ли у меня Марка? Ну, конечно же. Вот тебе Марка. Дай мне, я наклею ее. Вот так. Ящик лежит прямо здесь, справа от ограды хозяинного двора. Ты положила письмо в почтовый ящик? Прекрасно. Когда ты приедешь в деревню Серебряной Поляны, ты должна держаться подальше от этого человека. Он только выглядит, как сморщенный старикашка, а на самом деле на острове нет никого опаснее. Конечно, мы могли бы с ним разобраться, но сейчас еще не время. Вот, держи бинокль. Иди на другую сторону площади и сядь у трактира. Может, мистер Сандмана придется подождать. Но, надеюсь, этот старый сморчок не заставит тебя ждать слишком долго. С каждой секунды здесь наше положение становится опаснее. Сейчас трактир больше похож на ресторанчик. И находится на главной площади деревни Серебряной Поляны. Это даже не ресторанчик, а больше похож на мини-отель. Здесь мы и будем ждать мистера Санда. А вот, собственно, и он. Санда. 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 Он ушел. Мы доказали, что и мистер Сан действительно и есть мистер Сандман. Теперь нужно вернуться к Алексе и обо всем рассказать. Так что? Мистер Санд это мистер Сандман? Тогда и так много чего объясняет. Теперь мы понимаем, в какую трагедию попал Джастин. Он не только посетит мистера Сандмана, своего деда, но и попадет в неволю темного ядра, которое промоет ему все мозги. И мы теперь понимаем, почему Баронесса себя так ввела странно. Она сама была замужем за мистером Сандом. За этим отвратительнейшим слезняком во всем Юрвике. Я понимаю, почему она хочет, чтобы ничего не разоблачилось. У меня закончилось место в рюкзаке и нужно срочно что-нибудь продать. У меня есть особый сверкающий самоцвет, который даст мне шиллинги. Его давали за особый пропуск. Поэтому я его продам. В следующий раз нужно будет обязательно разобрать свой шкаф для продолжения игры. У нас постоянно выскакивает обновление историй. Так как у нас в определенном журнале есть коллекции, а также истории персонажей. Некоторые из которых тебе недоступны. А другие постоянно обновляются с течением игры. Поэтому если, допустим, ты хочешь прочитать истории базовых персонажей сейчас, то по мере прохождения сюжета истории будут меняться. И первоначальный вариант ты уже прочитать не сможешь. Пока ты была там в деревне, оба Готфри и Баронесса прибыли сюда. Давай посмотрим, что Баронесса скажет обо всем этом. Ой, это так неловко. Я объясню все. Естественно, я должна сделать это. Я так вела себя. Это неприемлемо для такой персоны, как я. Я могу свалить все это на стресс-джет, который угрожает разрушить этот остров и виноградники. А также эту свалить все на эту ужасную зиму. Я стара для этого. Это так. Это все влияет на меня, и я веду себя как настоящая ведьма. Позволь мне рассказать, что же все-таки случилось. Юная Линда Чанда работает на меня несколько часов в неделю. Она помогает мне с документами, читает мне мои любимые детективы и занимается другими делами, которые не входят в обязанности Готфри или Карни. У вашей подруги есть голова на плечах. Ей хорошо даются как цифры, так и письмо. А еще она любопытная. Уж слишком любопытная. Однажды я отвлекла Линду от работы в усадьбе и сказала ей пойти в замок Серебряной Поляны и убраться на чердаке. Это была ужасная ошибка. Видимо, там лежала моя старая свадебная фотография. На ней я и человек, который раньше был моим мужем. Мистер Сандман. Извините, но я просто не могу произнести его новое имя. Просто не могу. В общем, Линда узнала в моем муже мистера этого человека. Она потребовала объяснений и я запаниковала. Никто не должен был узнать. Это уничтожило бы репутацию моей семьи, которую мы создавали веками. Я оставила Линду там и велела Готфрэю запереть ее в замке, чтобы она не смогла никому рассказать. Это был безрассудный и глупый план. Мне стыдно. Очень стыдно. Но, несмотря на все мои усилия, кажется, тени прошлого выходят на свет. Теперь, когда вам известно об этих трагических событиях, я думаю, что должна рассказать вам все. Это долгая и тяжелая история, которую я пока не готова рассказать целиком. Но раз уж вам удалось узнать так много, я скажу кое-что еще. Мой первый муж оказался не тем, кем я считала его вначале. Он был опасным человеком. Мы с ним сбежали. Мои родители не одобряли наш союз. Сначала мы жили счастливо, но потом он изменился. Вернее, он начал рассказывать мне вещи, которые скрывал, когда мы только встречались. Жуткие вещи. Он верил. Он слышал голос из морских глубин. Голос обещал ему вечную жизнь и силу. И этот голос, вроде как выбрал меня, отвел мне роль в своем плане. Когда я поняла, что жду ребенка, я сразу же ушла от мужа. Я родила ребенка втайне и отдала его на ссыновление, чтобы этот ужасный человек никогда его не нашел. Мои родители поддерживали меня. Они помогли мне похоронить эту темную часть моей жизни. Когда Линда показала мне фотографии, все эти ужасные воспоминания вернулись. Вот почему я так поступила. А еще... Из-за этой девушки, Сабины. Каждый раз, когда она проходила в мою конюшню, темные мысли затуманивали мой разум. Злые мысли. Теперь... Только теперь, когда она ушла, мое сознание проясняется. А теперь, Алекс с Джессикой, если я могу хоть как-то искупить вину за то, как ошиблась с бедной Линдой, только скажите. Баронесса – сильный союзник. Ее семья – одна из самых влиятельных на Юрвике. Она главный спонсор всех событий в мире верховой езды, и она даже разрешает наездникам бесплатно пользоваться своим конным манежем. Разумеется, у Баронессы роскошная библиотека, от которой у Линды слюнки текут. В прямом смысле. Вообще-то, я бы не потерпела того, что моих лучших друзей закрывают в замке. Но, с учетом всех обстоятельств, думаю, Баронессе можно верить. Мистер Сант и Темные Всадницы умеют как-то проникать в сознание людей. Так что примем извинения Баронессы и сохраним ее тайну. Спасибо за понимание. Я надеюсь, что эти неприятные воспоминания останутся в прошлом, где им и самое место. Если я могу вам еще чем-нибудь помочь, то спрашивайте, не стесняйтесь. И передайте дорогой Линде, когда ее увидите, что она может продолжить работу за двойную плату. Если согласится, я бы не хотела потерять такую ценную помощницу. Ты должна выпустить свою подружку из замка. У Готфри ключ к замку. Ну, конечно же, барышня. Я уверена, что он есть у меня где-то... В этом кармане. Нет, здесь. Нет, может, здесь. Хм. Вот тебе ключ. Я прячу всегда его в мой ботинок. Но мне посчастливилось забыть это. Сумасшествие. Пожалуйста. Ты и Аликс можете поскакать в замок, опереть дверь и выпустить на волю свою подружку. Мы могли бы доехать до него своим ходом или воспользоваться коневозом. Но учитывая то, что это уже подходит к конец этой сюжетной линии, думаю, можно и своим ходом поскакать. Вот. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон»